Спасибо, что остаетесь с нами. Мы продолжаем. Первую турбазу строят в районе Шалакына. Она расположилась на берегу Сергеевского водохранилища в Березовом лесу. Бизнесмены обещают, что объект будет соответствовать современным стандартам и требованиям. На строительной площадке побывала Кристина Горбаченко. Гостевые домики делают максимально комфортными. Они двухэтажные, на верхнем уровне две комнаты, на первом одна большая. Здесь установят барную стойку и телевизор. В каждой есть туалет и душ. Отопление электрическое. Дом сделан из бруса, сосна, экологически чистый продукт. Где-то здесь около 85-90 квадратов. Там наверху две комнаты, двухспальные кровати, наверху для детей, чтобы второй ярус есть в обеих комнатах. Гостевых домов будет 30 и еще три рыбацких. В них по 10 комнат на несколько койко-мест. Для удобства отдыхающих здесь поставят стол, газовую плиту, посуду. Будет на турбазе не только где переночевать, но и чем заняться. У бизнесменов большие планы. На территории построят пять бань, в том числе и на воде. Ресторан на 300 мест оборудуют футбольную и волейбольную площадки, сцену. Использовать хотим весь потенциал природной зоны, рассказывает Жаслан Садуакасов. И воду, и сушу. Планируется как бы при Казахстане чемпионат проводить здесь рыбацкий. А потом на этот год вот еще планируем бассейн здесь ставить, пирс поставим для катамаран. В ноябре где-то планируем уже лыжный спорт, как бы чтобы могли на прокат взять, чтобы на лыжах могли покататься. Хоккейный корт будем ставить. Сейчас здесь работают 20 человек из Сергеевки и соседних сел. Весной начнут массовое строительство, приедут дополнительные бригады. Материал уже закупили. После открытия будет создано не меньше 50 рабочих мест. На реализацию проекта инвестор готов вложить 180 миллионов тенге. Еще столько же дополнительно взять по программе «Дорожная карта бизнеса-2020». Сейчас готовит документы. База отдыха занимает 15 гектаров. Как она будет называться, пока не придумали. Кристина Горбаченко, Желдузбек, Ермуканов. Новости МТРК.